Тем не менее, даже в такой серьезной конкуренции крымчане все равно выделялись своим уровнем. Карате один из тех видов, в котором процесс адаптации наших спортсменов к общенациональным требованиям свелся к минимуму. Каратисты полуострова уверенно чувствуют себя на чемпионатах России в самых разных возрастных группах. Так что столичный смотр талантов для многих из них превратился в формальность и лишнюю возможность проверить навыки. Взять, к примеру, 11-летнего дялтинца Игоря Говенько. Он приехал сюда с четкой целью выиграть. Я хочу выиграть первое место. Это будет как победа над самим собой, потому что я боялся этого турнира. Юноши-юниоры едва ли не ключевой возраст в становлении каратистов, считают специалисты. Именно в эти годы и закладываются базовые физические данные, а также самопонимание карате как вида. На победителей призеров особый расчет. Этот турнир считается отборочным, потому что через две недели будет открыто первенство по Гагусинка Республики Крым. А уже через два месяца будет открыто первенство России в Москве. И поэтому на этих турнирах мы будем сформировать сборную. Сильнейшие пойдут в Россию. Турнир проводили при поддержке народного ополчения. С учетом того, что регулярная соревновательная практика нынче на вес золота, любая помощь в организации массовых спортивных мероприятий весьма кстати. Я вижу в глазах ребят искра. Это начало того, что у нас было потеряно, патриотические работы по всему Крыму. И ребята готовы к этому. И ребята рады. Я думаю, что Крым, он не останется без внимания и федеральных властей. Нам оказывается очень большая помощь в этом деле. В подавляющем большинстве категорий победу удержали спортсмены из Симферополя. Именно они пока и составляют костяк сборной полуострова. Осталось только определить, кому конкретно посчастливится поехать отстаивать честь республики на федеральном уровне. Галерия Назирян, Игорь Романенко, Время новостей.